господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешу но номер 244 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец за 12 августа 16 года ну вот вступление кто инициировал гонения на нас роспотреброзорно отравливал людей стравливал через 20 лет молитва щата достигла вот этого человека начинает сейчас со всех сторон переворачивать притом если на меня какой-то подзаборный там пьяница кричит или поп один или где-то из америки там кто-то то здесь серьезные люди занимаются вот поймали на дезинформации психические диагнозы сектоведы кто такой каждое слово подтверждается богопротивные речи согласен с каждым словом мне было открыто сразу же что это человек нехороший неверующий может масон подосланный стравливать людей ни разу со мной не встречался не видал не считал моего ничего в глаза не видал только один вопрос задали мгновенно он духовно понимает сатана подсказывает это и на меня псевдо православный псевдо миссионер псевдо то есть он знает и слова секта никто не знал это он наполнил всю россию сектой все печать секта а спрашиваешь секта еще не один мне не ответил ни в университетах никто что такое секта секта кто это откройте политический словарь и посмотрите там два всего качества это расхождение учения с господствующим церкви это учение о троице и второе отсутствие то есть нет веры в то что необходимо священцы института священства признание священство а у нас священник и брат затесавшийся в число граждан не приехавший жить предварительно практику прошел гражданин сша по поводнение все принимали в епархиях его здесь считали за счастье во всех епархиях везде этого шарлатана принимали двадцать лет вот эту беду он сотворил и никто не видел ничего либо и профессор шарлатан вот что уже антоний храповицкий говорит сегодня один там рахиль рамиль то начинает это видать этот самый алмазов придумывает приехать к вам я больно это другое я пишу всякую мысль о приезде оставьте и не играйте ее это категорически запрещено ничего кроме неприятности не получите зачем вам это на том связь окончена окончательно ищите полезного для души на наших ресурсах больше не пишите это же самое ему раньше отвечал саварбек джабраилович но этим занялась прокуратура караганды у нас караганды и он теперь начинает дурить и вот теперь мы посмотрим что у нас на ресурсах на наши вот сегодня я выставил сейчас скажу сколько роликов вот православный видеоканал что у нас три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи двенадцать комары и четыре тысячи четыреста пятьдесят девять подписчиков почему-то система так или положено нас несли в сми средства массовой информации вот застрял трайлер с бульдозером его вытащил терентий полезно полезно это все видеть никакой тут политики ничего нету вот номер 5 тв24 из москвы побудили прилететь к нам действия роспотребнадзора это моя комната где я сейчас сижу именно за этим столом как раз и интервью и проще события дня вот оно какое есть дальше нанимаем бульдозер приехал их начальник утро в поселке потеряевка а вот дальше это замки это который я буду снимать это в другом месте ставят специалисты я отсылаю только материал вот замки вот только замки видите сколько еще это еще не все это не вот они подряд идут вот так видите это все готовится только выставить постепенно будет выставлено дальше у нас есть православный форум игнатия латкина вот кто-то написал кто он такой случайный прохожий здрасте гнати их технич а подписчик вашего канала на ю тубе я бы хотел узнать очень у вас кое-что я бы хотел узнать кое-что я бы опять хотел узнать то есть сколько лишних слов пишет что происходит когда человек умирает у каждого по-разному откройте серафима розового роза там у него все об этом написано продолжает ли он жить после смерти и где тоже по-разному продолжает жить все все считаем и шестнадцатая глава евангелия от луки шестая глава откровения но все говорится можно после смерти увидеться со своими когда-то умершим близким это только бог знает и будет ли после смерти хоть что-то не что-то а то что заслужил вот верующие в сына божий имеет жизнь вечную а не верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем и там в муках поднял глаза свои увидел лазарь увидел узнал то ли играть человек я не могу сказать еще не имя ничего больше нету репутации вера не крещу из россии но то есть ничего нету кто такой откуда где он еще не считал не знаю то есть искуситель подошел какой-то зачем тогда мы живем если все равно умрём этого эквесиаста написано прочитайте книга в библии с соломоном сетельками жду вашего ответа игнатий техно и здоровья вам не болеете от этого не зависит будет здоровье или не болеть наши пожелания ничего не значит если вы не молитесь неверующие пустой звук вот здесь все сказано я не вижу даже не возраста неизвестно бреется не бреешься это первое не трожь не порти образ мужчины кого похож не поймешь баба не баба вот так здесь что у нас вот первый мальясов пишет сегодня мир вам и дать и тихо на этом сайте что-то тут так много 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 святой евангелие начитается вашим голосом каждый вещи слушаю на этом сайте или по той ссылке которую вы мне сбрасывали спаси христос эти как слушают это давно насчитано было повторно первый раз у меня было до ареста второй раз он слушает люди дальше анатолий меньшиков штопе это моем мире с нетерпением жду когда репортаж россия 24 выйдет в эфир очень надеюсь и молюсь о том чтобы не было никакого подвоха и корреспонденты работали искренне от нас это не за анна репортер с неподдельным интересом задавала вопросы во взятом интервью освещена только малая долька вашей биографии хотя из этого можно почерпнуть очень и очень многое что ни фраза то назидание анатолий меньшиков пишет мне уже конечно представляется что многое из того о чем был разговор с корреспондентом скорее всего вырежут сделают выжимку больше будет зрительного материала однако теплю надежду что этого будет достаточно чтобы донести вашу позицию до народа и господь убережет и журналистов и тех кто над ними от того чтобы причинить какой-либо вред жителям села потеряевка да не причинит даже вот она сделает мы говорили там кажд ногами фотографию поставит там или еще рога настроит ну а что потеряевка были здесь были питались сидели за столом приняли как хороших друзей дальше что с нашей стороны ничего не зависит что действительно бог даст то даст молимся они чтобы доехали благополучно но известий не поступило никаких порой проскакивает мысли о современных сми и сказанная фраза они вполне способны донести до зрителей слушателей читателей ее противоположное значение на могут покажут такое что тот кто говорил невольно вскрики да не уж это я говорил надеюсь в этом свящая так не будет из свежих новостей антитеррористический закон пакет яровой уже начал применяться на практике в отношении миссионерской деятельности пока поймали кришнаита парень просто раздавал книжки ну кришнаит не было справки но мы я показал мои справки все это сделали прошло заседание общины батюшка поставил подпись печать царковную я думаю к нам претензий не будет я в этом законе не увидел страшного ничего конечно ограничивает и прочее почему не увидел потому что у нас община зарегистрирована неплановую проверку прошли там батугина тимофея мама там видимо знакомая с адвокатом или я так уже думаю и вот здесь на нас требуется внеплановая проверка община ну и хорошо побудили теперь теперь требует даже никто не будет проверять и не требуется то есть она побудила к нам на добро но они что-то могут сделать знаю знаю так и статьи какой-то с ним разговариваешь это у меня брал интервью приехал бобров геннадий александрович первый секретарь кпрф железнодорожного района города барнаула он все выгорнул вот проходим келью я говорю видите под низ там короб такое там тепло он дальше пишет а я подумал вош тепло любит где вошь какая то есть он есть вошь или кто но намек гнусный уже брошен и везде где мальчика стоит там а мальчик просился в туалет его не пустили откуда взял какой туалет маленькая девочка пробежала мимо нет она спала она упала со стола то есть такую глупость гонит ну что ну сказал только делом даю господи благослови его исправь как-то суд шел так он вышел из зала суда и вот так вот размахнулся когда вы тебе сейчас прям возле кабинета судьи но меня первый секретарь райком вот так размахнулся я сижу я говорю разве можно это делать придем только к власти конец вашей потерявки и позже показал как белье выжимают я это вы к власти придете да еще допустит вас господь или нет но судя по всему как закручивается гайки им небо не быть у власти я называю фамилия имя где уже на дорожном суде было вот так ну что у нас форм посмотрели мой мир заглянули вот сейчас мы сейчас я обновлю посмотрю сколько пришло за это время только сейчас застрял трайлер было 14 а этих тв 21 сейчас обновляет за эти минуты пять минут 21 14 2 и 3 семерки застрял трайлер уже 17 а то 27 видите как быстро набирается количество посетителей просмотров или как но не один же это просмотр здесь на чем нанимаем бульдоза приехал начальник валерий 20 и проще сегодня благодарим бога за то что такая система есть вот это youtube создали да благословит им всех господь события дня вчера мы работали опять на южном южный пруд южный такое название большая работа не знаю как останется нет дальше бульдозерист хороший ас по-другому не назовешь я очень доволен но ему тяжело и он домой стремится чтобы доработал здесь это не день не два и дальше вчера уж закончили наше на рыжковском и суда притащили тележку ну и проще дорогой потеряли слегу одну мерку нашу банка упала я их пощувал на это что запачкали мы уже начали копать слив для воды сток воды как дальше будет один бог знает еще но моя рыжая кошка где она ну-ка давай покажем тебе вот она какая вот она пришла мамка мамка ну-ка давай-ка сюда вот все дальше что значит покажу котенка маленького не котенок о ее котенок вот он где котенок и вот он где смотри какой уже явно зал буско ночью ну-ка вот он какой распластался тоже из коробки скоро вылазить будет ну-ка давай иди ну в общем то все события дня закончились на этом и если господь благословит то будем еще на пруду на этом оказалось почва твердой довольно под ним еще бы несколько дней это искусственное озеро это не перекрытие дамбы дамба просто для сдерживания воды а нету самой площади его надо углублять и углублять вот так ну богу нашему слава за все ну и последний это наш сайт во свете библии просто заходите сюда очень огромный самое ценное это вопросы ответы самое самое ценное богу слава